А мы продолжаем, и на эту сцену мне хотелось бы пригласить Дмитриевых. На этой сцене Дмитриевы, Наталья, Елизавета и Роман. Ваши аплодисменты! Добрый вечер. Я представляю свою семью, Наталью Дмитриеву и Елизавету Дмитриеву. Сначала я писал детские произведения, но потом я заинтересовался поэзией. После того, как увидел, что моя сестра и моя мама печатают и выкладывают свои стихи на стихи Ру и Прозору. На данный момент у меня более 400 читателей. И сейчас я вам представлю некоторые своих произведения. Кошка. Кошка у печи лежит. Рядом молоко стоит. Но увидела мышонка, погналась за ним вдогонку. Съесть мышонка не смогла. Пожалела и ушла. Но сосиски манит запах. Словно пахнет вкусным мясом. Съесть сама все не смогла. И подружку позвала. Следующее стихотворение художник. Я рисую на холсте разные фигуры. Рядом тряпка на столе, чтоб сравнять миниатюры. А следующее стихотворение японская хокку. Правда у меня из четырех строк. А в Японии из трех. Но ничего страшного. Ленивец наверху висит, а я стою внизу. Так хочется потрогать, но я не дотянусь. А следующее стихотворение я хочу посвятить тому дню, когда мы сидели дома на карантине. Мы дети живем в этом мире. А с марта мы дома сидим. Непонятное происходит на улицах. Ковид блуждает по ним. Взрослые вбродят в масках по городу. Штрафует полиция тех, кто не в них. Мы учимся дома. С друзьями не видимся. В школу не входим. В стране карантин. Браво! Ваши аплодисменты! Спасибо! Я бы хотела прочитать стих «Белая тоска». А снег идет и кружится и вьется. Так рада детвора хохочет и смеется. Ведь это детский сад. Тут веселится каждый рад. А мы, ученики, и в школу на урок спешим. Ну вот уж прозвенел звонок. А на урок мы не бежим. Нам тоже хочется веселья. Скорей бы настало воскресенье. Я вновь власть. Я подумала про детей, которые живут в 21 веке. И поняла, что у нас тоже бывают проблемы. И мы, конечно, дети, не взрослые. У нас не такие же проблемы, как у взрослых. Но я написала еще стих про детей. Мы дети 21 века. Иногда приходят мысли о том, как избежать проблем нам с этим миром. И хочется бежать. Чтоб наконец остановиться. Ведь скоро все случится. Ты не волнуйся. Мы можем мысли побеждать. Спасибо. Браво! Это был дебют сейчас на ваших глазах. Давайте поаплодируем. Молодец. Сейчас я хочу прочитать монолог из «Вешний ход» Марии Николаевны. Он мне очень нравится. Вы судите строго. Хотите знать, что я больше всего люблю? Свободу больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась. В этом нет ничего похвальненного. Оно так было и будет. До самой смерти моей. В детстве я уж много насмотрелась на рабство и натерпелась от него. А месье Гастон, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы понимаете, почему я вышла замуж за Ипполита Сидоровича? Я с ним свободна. Свободна, как ветер. Как птица. Я с ним вольный казак. Скажу еще одно. Я не прочь размышлять. Оно весело. На то и ум нам дан. Но от того, что я сама делаю, я никогда не размышляю. Не стоит. Не настолько. У меня есть одна поговорка. Селянату пасекенскянси. Да и точно пасекенскянси. Ведь на сей земле меня здесь судить не будут. А там, там пусть распоряжаются, как знают. Ведь когда меня там судить будут, то я уже не я буду. Спасибо. Когда я танцую, я улетаю. Мой танец похож на парящую в небе птицу. Когда я взлетаю все выше и выше, я не боюсь упасть. Ведь я на вершине блаженства. Я летаю, где хочу. Вижу, что хочу. Люблю, кого хочу. Все мне подвластно. Ведь я королева птиц. Благодарю. Спасибо. Благодарю. 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 Продолжение следует...